Здравствуйте, это Сергей Малоземов и мой подкаст «Малоземов проверит» и его видео-версия в Instagram TV и на YouTube. Сегодня гость — это врач-диетолог Анна Чайкина, с которой мы постоянно беседуем на съемках нашей программы «Живая еда» на НТВ. Она выходит по субботам в 11 утра, всех приглашаю смотреть. Если вам не нравится смотреть телевизор, можете потом на YouTube смотреть, это все очень удобно реализовано. Всегда хотел подробно расспросить Анну, которая занимается в числе прочего и психологическими аспектами похудения, борьбы с лишним весом. Какие же существуют трюки, фокусы, реальные вот эти способы? Как перестать переедать? Это сложная, понятно, проблема. Для всех нет единого какого-то рецепта, решения. Но что чаще всего срабатывает? Вот на опыте ваших пациентов многочисленных. А можно начать не с психологии? Давайте. Да, с физиологии. И, кстати говоря, потому что задан был вопрос, что чаще срабатывает. То есть это не трюки, это не фокусы. Вы хотите сказать, что жрать надо меньше? Ну, нет. Вот, кстати говоря, между прочим, жрать надо меньше – это очень интересная тема. Потому что на сегодняшний день мало кто понимает, что человек, который переедает, он же страдает двумя сразу проблемами. Ну, то есть первая проблема понятна из-за переедания, у него возникает лишняя жировая ткань, и он страдает ожирением. Диагноз – диагноз. Но тема еще одна. Он переедает по-другому, плюс ко всему, по другой причине. Он страдает расстройством пищевого поведения. И поэтому человек переедает. Представьте, человек носит два диагноза, по сути. Один, между прочим, из психиатрии, расстройства пищевого поведения. Второй из эндокринологии, да, ожирение. И вот, пожалуйста, приплыли, да, там два диагноза, нужно их как-то одновременно лечить. Так вот, первое я хочу сказать про переедание именно с точки зрения физиологии, тогда уже ожирение, да, почему человек переедает и как быстро можно, да, вообще справиться на раз-два, да, там с данным, вообще говоря, ну такой жуткой проблемы. На сегодняшний день, так как мы все, ну, заложники интернета, еще мы заложники такого, что, вот мне кажется, вот этого мышления, что я себе сам врач, да, я себе сам педагог, ну, и самый лучший, да, там... Ну, все же разбираются в футболе, политике, воспитании детей, ну, и в питании тоже, конечно. Безусловно, в моем случае каждый себе диетолог и психолог. Так вот, по сути, нужно очень четко понимать, что в любом случае при ожирении у человека есть такой гормон, грелин. Гормон голода. Гормон голода, абсолютно верно. Да, и вот этот вот гормон, очень интересный факт. Когда проводились исследования, монументальные исследования, были они объявлены в Австралии, то есть люди приходили, люди, снизившие вес, приходили, сдавали этот гормон грелин. Ну, представьте, она уже худенькая, да, но она сдает грелин. Она сдавала его до, с лишним весом, и она сдает его после, ну, там, с идеальным весом. И оказалось, что этот гормон не падает. Жуть! Ну, то есть, она уже там весит, например, 60 килограммов, а была 120 килограммов, и вот она хочет есть на 120 килограммов. Ну, вот, мне кажется, вот, ну, это нужно знать всем, специалистам, всем диетологам, эндокринологам. Нужно понимать, что этот гормон не падает. Не падает он, каким образом, сколько длилось исследование? 5 лет. Не падает он в течение 5 лет. Потом просто деньги на исследование закончились, и непонятно, он упадет или нет. К чему вы не идете? Все эти люди, ну, иначе говоря, обречены на повышенное чувство голода. А это значит, что чтобы хоть как-то, нет, это волчье, я бы сказала, чувство голода сократить, ну, как-то его обуздать, мне нужно регулярно питаться. Откуда это регулярное питание, да, там, все уже язык сломали, специалисты, да, там, диетологи, которые говорят, ребят, питайтесь регулярно, и будет все в порядке. Но вот эта тема, когда человек утром поел, потом вообще забыл, или утром не поел, да, там, поел где-то в районе, там, 6 или 7, а потом просто переел на ночь, я переедаю, доктор, а что делать? А делать нужно очень просто, нужно вовремя покушать. И на сегодняшний день минимум 5-разовое питание, минимум 5-разовое питание. Я сейчас, на секундочку, говорю не про всех, я сейчас говорю о тех, кто успешно сбросил килограммы, либо те, кто хочет успешно сбрасывать килограммы, да, и как-то вообще, ну, справиться с данным диагнозом. Поэтому мы говорим о дробности, и эту дробность однозначно нужно ставить во главе угла, и на этой дробности человек не будет переедать. И вот она уже, ну, почему... Стойте, ну, тут важно сказать, что для людей с нормальным весом рекомендуется 3-разовое, всё-таки, питание в большинстве случаев. Понимаете как? И для здоровья, и для долголетия, и для стройности. Это очень интересный вопрос. Откуда такие данные? Всемирная организация здравоохранения, например, на сегодня, хотя она, ну, там, обесценена, ну, понятно, да, в некоторой степени, но, тем не менее, да, там, её никто ещё не убрал, да, в конце концов. Всемирная организация здравоохранения по общей диетологии говорит, что 5-разовое питание... Только с ожирением. 5-разовое питание? Нет, для здорового человека, нет, нет, нет. Что такое здоровье, да? Здоровье, это когда человек не страдает никакими диагнозами. Так вот, для здорового человека то же самое происходит. Причём лет 20 назад, да, там, когда мы только заканчивали медицинский институт, университет, это говорилось о 4-разовом питании. Никто никогда не водил 3-разовое, никто никогда. Ну, я общался с огромным количеством специалистов, которые считают, что, и я в этом лично убеждён, что для обычного человека, и я сам придерживаюсь, и вот недавно у Нобелевского лауреата Юсинори Асуми брал интервью, который, там, механизмы аутофагии, очищения клеток исследовал, он тоже 3-разово придерживается. И многие, там, долгожители, которых я посещал в Италии, в Испании, японцы тоже, у них, для них характерно 3-разовое питание. Смотрите, вот смотрите. При сбросе веса я согласен, 5-разовое без проблем. Вот когда, например, человек говорит о 3-разовом питании, а между питанием ещё, там, ну, попил чай или кофе с чем-то, он не считает, что он что-то там поел, например, да, а калорийность-то зашла, дорогие друзья. Так я про это и говорю. И говорить о том, что, да, там, человек только 3 раза питается, да, там, это большой вопрос. Можно копья сломать, да, там, можно вообще, там, убиться, но, ну, и остаться при своём мнении, да, то есть я могу отвечать за людей, которые, да, сбрасывают вес, и моя позиция, да, там, и для здоровых людей человек, который, ну, ест 3 раза, и ему это подходит. Я всегда так говорю. Человек, который ест, например, 3 раза, и ему это подходит. Никаких сопутствующих нет, и я его вообще трогать не буду. Да он ко мне и не обратится, в конце концов. Я ем 3 раза в день. Да, да, Серёж, зачем я вам буду доказывать, что, Серёж, вы неправильно, да, там, употребляете, да, зачем это нужно? Человек здоровый, ему это подходит, да, и здесь не, ну, наверное, противоречий нет. Если он обращается по какому-либо заболеванию, например, да, то однозначно он должен выполнять определённые рекомендации. Они не потому, что меня так учили, у меня такая школа была, да, хотя, ну, извините, у меня учили, да, там, как мог бы, ну, люди, которые, ну, собственно, из Советского Союза, да, там, базы стояли, и очень много чего хорошего, конечно, было, в конце концов, в обучении. Так вот, ну, это ещё подкреплено, и на сегодняшний день подкрепляются, да, там, эти исследования в работе, во всяком случае, с ожирением подкреплено, да, там, я на этом буду настаивать. Если меня спросят, как часто, я скажу пять раз, безусловно. При ожирении я согласен, обеими руками за, конечно. Вот, при употреблении, ещё раз говорю, здорового человека я трогать не буду, да, есть определённые рекомендации, они, на мой взгляд, пятиразовые, да, рекомендации. Если вас ничего не беспокоит, ну, мне кажется, тогда с моей стороны, да, там, глупо что-то рекомендовать. Ну, просто они существуют. А теперь, если мы говорим, да, о каких-то, ну, как вы сказали, да, там, вот что делать вообще, если у человека расстройство пищевого поведения. Вот теперь нужно понять, да, там, к расстройству пищевого поведения, что же относится, да, к расстройству пищевого поведения, кроме таких крайних вариантов, тяжёлых вариантов анорексии, булимии с очистительным поведением, да, относится ещё так называемое психогенное переедание. Что это такое? Человек начинает есть не потому, что он голоден, а потому, что он таким образом регулирует свою эмоциональность. То есть на фоне стресса человек начинает переедать, заедая свои неприятные эмоции. И вот это, конечно, огромная тема, и огромное количество людей именно из-за этого, собственно говоря, конечно же, набирают вес. Кстати говоря, ну, например, булимия может быть и с нормальным весом, это чуть-чуть сбилось, да, там булимия может быть с нормальным весом, просто они очищаются после этого переедания, да. Но вот тем не менее, значит, эмассогенное переедание. Здесь, конечно, нужно прежде всего думать о том, что не то, что его там не переедали, там меньше жрать нужно. Да боже упаси, а зачем это говорить человеку, если он, в принципе, не может справляться со своей эмоциональностью? И вот здесь, конечно, в первую очередь нужно работать с эмоциями. Работать с эмоциями. С эмоциями, понятно, что неприятными, хотя на сегодняшний день говорят, что и приятные эмоции тоже заедаются. Здесь тоже такие споры происходят, в конце концов, кто же там счастье и радость заедает, волнение, там, воодушевление, эйфорию, да, там никто не заедает, хотя и... Ну, в принципе, праздники с застольями же очень у нас связаны в культуре. Безусловно, да? Ну, бывают, да, бывают такие случаи. Ну, сейчас психогенная заедание чаще всего заедается, кстати говоря. Усталость. Усталость как на физическом уровне заедается, так и на эмоциональном уровне. Вот на эмоциональном уровне сразу, да, там любой психотерапевт, занимающийся пищевым поведением, потянет такую вещь. Так, вы устали эмоционально или физически? Больше, наверное, эмоционально. Окей, если вы эмоционально устаете, мы сразу разбираемся, на кого вы злитесь. Потому что длительное сдерживание злости приводит к эмоциональной усталости. Либо ситуация, либо человек, либо человек в ситуации в длительное время вызывает очень огромное чувство, там, раздражение, ярость и бешенство, гневы, там, да-да-да-да. Самый классический пример – домохозяйка, у которой есть муж, есть дети, есть ворох, связанных с этим проблем, рутина ее заедает, разнообразия в жизни у нее нет. Абсолютно верно, да. И что с этим делать? И она начинает заедать уже не злость, кстати говоря, не часто не злость, она начинает заедать скуку. Она начинает заедать скуку, а кроме вот этой злости, да, там, скуку, на сегодняшний день, да, там, актуальная тема – тревоги. Нередко заедают тревогу. И, кстати, между прочим-то, да, там, я не могу сказать на первом месте усталость, тревога, да, там, либо скука. Ну, в общем, все эти одиночества заедаются вот у той же домохозяйки, да, там, например, она целый день дома одна, ей скучно и одиноко, в конце концов. И вот здесь на самом-то деле нужно, нужно понимать, чтобы, каким образом работать. В первую очередь нужно научить, научать человека разгружаться, да, то есть если это скучно, прямо в режиме должен стоять, да, там тема. Как вы можете получать удовольствие. Сериалы смотреть? Так это неплохо. То есть, смотрите, сериалы смотреть – это неплохо. Почему? Потому что сериалы на самом деле вводят в такое же, ну, как бы, как сказать, вот тема эминцогенного заедания – одержимость эмоций. То есть они зашли в эту эмоцию и выкидли. Ну, то есть вот она вот здесь скучно, но она уже вся и страдалась, да? Так пусть лучше посмотрит сериал, чем съест вот эти баранки сушки. Абсолютно верно. То есть сериал, вот это вот магическое, другой мир, да, там, другое ощущение, вот это другое реальное, трансовое состояние, они действительно помогают очень многим. И вот эти книги лайтовые, да, там, я не говорю там классическую, я только за. Но, как бы, каким образом получить удовольствие, да? Ну, Канта, вот, например, читать – это, ну… Это труд. Да, это труд, безусловно. А вот какой-то такой детектив прекрасный, да, прекрасно ужасный, да, там, он может вот вызвать, в конце концов, такие позитивные эмоции, легкие, лайтовые, а нам они и нужны, чтобы развеять ту же скуку. С одиночеством нужно прямо заставлять человека, ну, не заставлять, доносить, что пока ты не будешь общаться, дорогой мой, дорогая моя, да, там, ты будешь переедать. Можно здесь вот, ну, просто биться головой о стену, но переедать ты будешь, если ты не будешь решать проблемы с одиночеством, да, и вот эта вот тема, да, там, общайся, скайп-конференции, зум-конференции, ну, сегодняшний день, когда такое общение ограничено, да, конечно же, необходимо устраивать. Безусловно, с тревогой, например, справляться, когда человек очень сильно перенапряжен, да, такая сейчас на самом деле же токсичная тревога, да, то есть он сам тревожится, мир тревожится, да, СМИ тревожатся, ну, мне кажется, вот где спокойствие найти? Здесь тоже, как это ни странно, нужна поддержка, может быть, наоборот, ни странно, адекватно нужна поддержка, причем от того человека, который, ну, в данный момент времени будет спокоен. Слава богу, что у нас психологи, психотерапевты на сегодня, ну, как-то вообще стали пользоваться таким спросом в хорошем смысле, то есть к ним теперь, ну, можно обращаться, вот раньше что, ну, зачем? Понятно, что, скорее всего, речь не идет о психотерапевте, который сидит в районной поликлинике. Безусловно, а может быть, в районной поликлинике шикарный психотерапевт, да, то есть как бы здесь нужно все-таки искать в конце концов. Конечно, здесь нужно искать в конце концов, вот, и тревогу, конечно же, нужно проговаривать, и, безусловно, тревога отступает, когда человек ее проговаривает, а рядом человек, профессионал, либо просто, да, там, близкий родственник, подруга, которая понимает, так называемый, контейнирует тревогу, и как-то, и отпустила, и стало лучше. Медитации, в конце концов, да, там, когда куча медитации на сегодняшний день в интернете, медитация действительно помогает справляться с тревогой, потому что никто не отменяет, да, вот эту лимбическую систему, мы эмоциональны, это физиология, между прочим, в том числе, да, лимбическая система успокаивается, да, там, процессы становятся поменьше, потише, да, и человек, в конце концов, о, уже и забыл, что слева, там, баранки, булки, да, там, ежа с ними. Музыка, танцы, любовь. Музыка, танцы, любовь, однозначно. Музыка, танцы, любовь. Я здесь вообще вот подробнее остановлюсь. Так. Почему? Все кричали раньше серотонин, да, вот серотонин, гормон радости, удовольствия, нейромедиатор, гормон радости, удовольствия. На сегодняшний день как-то вот заходит гордодопамин, да, рядышком нейромедиатор, причем почему-то о серотонине озвучивается, что он, да, классный, но он как бы блокирует как раз отрицательные эмоции. А вот чувство удовлетворенности от жизни, вот это вот, о, я с хорошим качеством живу, да, это допамин. Допамин выделяется на сладкое и жирное. Так. Допамин выделяется на оргазм. Допамин выделяется на движение, занятие спортом, танцами. Допамин выделяется на ощущение, что вот я сейчас чем-то интересным займусь. Ну, то есть, вот это интерес, предвосхищение, да, вот какого-то интересного, да, там, ну, такого развлечения, что ли, да, там, или занятия. Так вот, ну, если мы сладкое и жирное договорились не есть, ну, не передать, что делать-то? Танцевать. Заниматься оргазмом. Абсолютно верно. Заниматься спортом, да, а получать оргазмы. Уже даже не для удовольствия, просто для похудения. Прекрасная рекомендация. Да, и хобби, да, потому что я, когда даже думаю о том, что вот сейчас пойду там, повышиваю, повяжу, ну, это не я, там, ну, например, огромное количество пациентов, которые талантливейшие люди, да, и нужно просто приложить это умение в чем-то другом, ну, и, в общем-то, и в целом, да, там, допамин выделяется на физиологии, говорю, и успокаиваются, и вот уже не тянет, вот уже не тянет. Ну, и сидит она неподвижно, вышивает, ну, что, она похудеет от этого, разве? Она не, нет, дело не в этом, да, дело в том, кстати говоря, она будет заниматься спортом, она тоже не похудеет, между прочим. На сегодняшний день, да, мы рекомендуем занятия спортом и танцами, да, там, я как специалист, безусловно, скажу, танцуй, спортом занимайся, но не для того, чтобы калорийность сжигать. Это же тоже мифы, особенно женские мифы. Вот, ну, тема мужчины. Мужчина еще как-то может сжечь калорийность в плане того, что вот мышечный каркас, этот тестостерон, конечно, ему поможет сбросить, да, там, и сжечь, и сжечь эту лишнюю булку. Ну, женщина с ее мышечной системой, с ее эстрогенами, да, там, ну, она будет, вот, бедная, бежать, вот она же будет бежать и бежать. Два часа за одну булку. Так вот, а так она еще не добежит за эту булку, а съест с горя еще три булки сверху. Ну, то есть настолько сегодня большая калорийность может зайти, особенно при переедании, особенно при мецогенном переедании, что, ну, в принципе, тогда нагрузка не нужна. Ну, то есть она не, не то, что не нужна, она не поможет. Нужна она для того, чтобы я допамин получила, да, или получила, чтобы мне легче стало. А вот сама по себе, да, там, тема, да, из-за чего я похудею, я не буду переедать. Я не буду переедать, у меня это все возьмется под контроль, да, потому что я эмоциональность свою регулирую не с помощью еды, а с помощью различных приятных дел, которые мне помогают выбрасывать эмоции, да, собладать с эмоциональностью, переживать свою эмоциональность, и тогда у меня эмоциогенное переедание уходит. Но никто не отменял так называемое экстернальное поведение. Что такое экстернальное поведение? Вот это вижу-ем, вот. Ну, то есть вот я вот сейчас разговариваю и вот посмотрим. Да, мы тут только что снимали сюжет просто про сушки баранки, после которого задержались на поговорить. Да. Вот, вот это все, да, привлекает. Причем, вот я точно знаю, что хлебобулочные изделия не моя тема, я их не люблю, мало того, я их терпеть не могу. А большинство любят. Да, но, ну, ты же думаешь, я же посматриваю все равно, и у меня в голове рождается тема. Вот я люблю сладкое, ну, шоколад, я его люблю, кстати говоря, поэтому у меня дома нет шоколада. Я не ем шоколад, я его ем, я его не храню дома, потому что если я занесу домой килограмм конфет, я съем килограмм. 10 килограммов, пока не будет все коробки изничтожены, я лично не успокоюсь. Мне легче, я специалист, у меня какая-то осознанность тогда появляется, да, там, что, ребят, зачем играть с огнем? Любишь, ешь, ну, извините, принесите там, ну, небольшое количество, но если они на видном месте лежат, да, там, вот эти все, вот эти сушки баранки, ну, ешь, вот я смотрю на них, я их не люблю, ну, я вспоминаю про свой шоколад, ну, хочется же, да, ну, вот иначе говоря, вижу, ем, это абсолютно официальное пищевое поведение, которое приводит к перееданию. Поэтому, если вы, дорогие друзья, страдаете перееданием, будьте добры, уберите, пожалуйста, это вот, вот это, кстати, можно назвать таким, ну, пусть будет это фокус, пусть будет. Нельзя дома держать провоцирующие продукты, просто нельзя. Причем, например, вот мне очень нравится тема пищевых групп, например, которые распространены в Европе, чем я им завидую, да, там, европейским пищевым группам, что там спокойно приходит не только сам пациент, там нормально прийти супругу, ну, второй половинки, не для того, чтобы с ним там прорабатывали психологию, для того, чтобы его информировали. Вот он сидит, например, да, собралась в группу мужей и слушает, ага, ребят, ваша жена страдает пищевым поведением в плане переедания из-за эмоций. Они слушают. Поэтому вы не должны домой заносить ее провоцирующие продукты. Прямо целая лекция идет, да, то есть вы ей шоколадку, чтобы она мягче стала и на вас не ругалась, не приносите, потому что иначе она будет срываться на этот шоколад, и потом вам же еще больше будет попадать. Ну, я, конечно, и не так говорю, но тем не менее. Или, например, да, там озвучивается. Это мне рассказывала моя пациентка, которая живет в Европе и приезжала ко мне, ну, там, по другому поводу, да, там, ну, обращалась. Но тем не менее, они вот проходят такие пищевые группы, собственно, говорят, ну, у меня супруг научен домой не заносить сладкое, потому что у нее этот триггер, да, причем, когда они идут вместе по супермаркету, мужчина предупрежден о том, что, ну, не нужно, чтобы она там ходила и рассматривала, она же схватит, она схватит. Поэтому он должен ей сказать, дорогая, ну, там, давай-ка я тебя отвлеку, все, ну, так, на поведенческом уровне. А почему нет? И сколько вообще на самом деле, да, там, женщин, мужчин спасаются? Потому что на сегодняшний день расстройство пищевого поведения – это большая проблема, она подкрадывается, кстати говоря, и к мужчинам в том числе. То есть раньше говорили, ну, булимия, ну, анорексия, чисто женские темы, ничего подобного. На сегодняшний день мужчины страдают, да, вот это вот, мужчины как страдают? Ну, они, может быть, очистительным поведением не занимаются, но они занимаются чем? Они занимаются какой-то безумной физической, да, там, нагрузкой. И когда он уже вот чересчур этим занят, то уже, дорогие друзья, они напоминают ли это очистительное поведение? Ну, вот, значит, это вот к экстернальному, да, вот этот фокус. Уберите, уберите с глаз долой, да, дома не заносите, домой не заносите, либо в чёрные пакеты. Домой не заносите – тоже такая тема интересная, это как бы классно. В чёрные пакеты она может ночью встать. Конечно. Знаете, сколько историй, когда мужчина спрятан по-честному от неё, она его ночью разбудила. Я вам не обманываю, но она ночью разбудила. Дай ключ от сейфа. Ну, серьёзно. Ну, и как ты родной жене не дашь? Да, да. Ну, я говорю об уровне тяги, например, да, об уровне тяги, которая, ну, серьёзная, то есть это не развлекалочка, да, ну, воспитывай свою силу воли. Потому что многие же думают, да, там, нужно напрячься, нужно, в конце концов, волю в кулак взять, и тогда ты не будешь переедать. Вот делай, как я, и всё в порядке. А она не может, она не может, потому что у неё расстройство пищевого поведения, да, потому что, извините, у неё диагноз. И воспитывать её на силе воли, ну, вот так расставляя, например, да, там, переднюю еду, я не ем, и ты сможешь. Ну, ерунда, нет. Третий момент, когда мы говорим про переедание, ещё существует не только эмоциогенное переедание. Тут вот битва тоже идёт у специалистов, как пятиразовая, трёхразовая, да, идёт. Есть ли пищевая зависимость? Вот пищеголики существуют или нет? Специалисты на сегодняшний день так перемирие устроили. Ну, есть. Официально не поставят. Почему? Тогда все государства этого мира должны будут наложить санкции. Ну, например, после шести не продаём. Ну, сладкое жирное. Или там, ну, не знаю, давайте-ка объём. Ну, как с алкоголем. Абсолютно верно. И с сигаретами, да, да. И мы не дождёмся этого, да, то есть не дождёмся, ну, по одной простой причине. Есть надо всем. Да, безусловно. Вот, потом стали, и стали спорить всё-таки, вот наркотик или нет, да. И в конце концов вот такое перемирие возникло. Есть официально не поставят, пищеголизм. Есть официально не поставят, ну, и не от, ну, как бы не наркотик, а само по себе поведение, вот поведение, вот как, например, есть же нехимические зависимости, геймеры, например, те же, да, трудоголики ни для кого не секрет, да, сексоголики в конце концов, да, и на сегодняшний день кредитоголики, да, вот это вот тоже тема. Вот. Ну, и, соответственно, пищеголики тоже существуют. То есть люди, у которых структура личности сама по себе зависима, наверное, вот так легче объяснить, структура личности сама по себе зависима, то есть там очень много чего, ну, происходило, ну, не от хорошей жизни люди становятся зависимыми, да, там достаточно чаще всего тяжёлое детство, ну, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Так вот, вот эта зависимость, ну, вот он выбрал, или она выбрала зависимость, да, ну, интуитивно, да, там, ну, пищевую, ну, социально вроде как, ну, не пью же, там же всё хорошо, да, вот это вот социально приемлемую. Вот, вот пищеголики. Пищеголикам нужно понимать в первую очередь, тоже фокус как бы, что он или она, если уж он пищеголик, всё равно будет переедать в этой жизни. Вот здесь это очень важный момент. То есть ты на 100% не вылечишься, у тебя будет переедание, и это как бы нормально, и наша задача сделать его, ну, регулярным, но редким, вот так. Вот, мне кажется, отсюда пошли вот эти читмилы, да, вот читмилы. Ну, то есть... День, когда разрешено запрещенное. Абсолютно верно. То есть ты соблюдаешь рациональное питание, ну, например, недельку, ты его соблюдаешь, да, и ты молодец, ты подхудеваешь, и, ну, собственно, супер, там, занимаешься здоровьем, в конце концов, своим, да, это укрепляет самооценку, это укрепляет твоё здоровье, никто его тогда не отменяет. Но день, ну, например, раз в неделю или раз в две недели ты должен себе позволять, ты должен себя отпускать. Ну, такое твоё нутро пока, да, там, зависимое. Потому что зависимости очень долго лечатся, да, это нужно находиться там 5 лет в терапии, в терапевтической группе, чтобы её подлатать и подлечить. И то никто не гарантирует, что там что-то всё пройдёт. Ну, давайте договоримся хотя бы на 5 лет, что ты занимаешься перееданием, просто оно должно быть, ну, скажем так, не ежедневным, а официально выведенным, да, то есть ты его сам должен взять под контроль. И это, кстати говоря, очень спасает людей, которые действительно понимают, да, ну, вот, ну, е-богу, наркоман, да, вот, ну, наркоман. И поэтому, да, я рационально питаюсь, но в воскресенье я расслаблюсь. И это не стоит бояться, это не должно вызывать чувство вины, это должно полное быть разрешение. Вот таким образом, да, там, ты снимаешь перенапряжение. Бесконечно можно об этом рассуждать. Давайте в финальных 5 минутах резюме. Что же делать и чего не делать? Чтобы не переедать, что делать? Первое, дробное питание, 5 раз. И уже многие из вас уже всё, решили проблему, однозначно рационально питаясь и не переедая. Второй момент. Уберите из дома свои провокации. У каждого из нас они свои. Это не значит, что мужа высыпать сухарики, да, которые вы не любите. А если вы любите, да, например, тот же шоколад или там торт или те же сушки, да, вот именно их вы из дома убираете. Однозначно, да, там, тема с эмоциогенным перееданием связана, что вы находитесь в хобби, развлечения, вы не стесняетесь, смотрите глупые сериалы, но они вам, они вас вдохновляют и радуют. И в конце концов, вы регулярно занимаетесь сексом. Это обязательно во время снижения веса. Это доктор прописал. Абсолютно верно, да, на полном серьёзе. Ну и, собственно, да, вы ходите к психологу для решения именно своих эмоциональных, да, эмоциональных реакций, да, и работу именно с эмоциями проводите. Следующий момент. Если, конечно, кстати говоря, а если вы считаете, что вы пищевой наркоман, вы, по большому счёту, должны ходить в группу. Длительно, долго, но только так возможно излечение. Ну, наверное, вот такой итог я подвела. И, кстати говоря, ещё один момент я хочу сказать, да, что вот я сидела на конгрессе на европейском, и вышли Франция, Бельгия, да, и стали говорить о том, что мы исследовали 50 диет. О, и мы подумали, боже мой, сейчас нам скажут золотую диету. 50 диет. Следование длилось, мне память сейчас не изменяет, по-моему, 5 лет, да, то есть они смотрели, как человек сбрасывает вес на этих диетах, 50. Официальных, причём, диет было заявлено. Что такое официальная диета? Это значит, они подразумевают, это не диета с интернета кем-то, да, там, когда-то. Это врачами, да, база физиологическая подведена. Ну, по большому счёту, да, там, диеты. Либо сахар убирают, да, там, ну, либо жиры убирают, либо жиры и сахар убирают. Ну, в общем-то... Ну, мы знаем, да. Ну, и вывод. Вывод, вывод. Значит, вывод прозвучал на Европейском конгрессе по ожирению. Диета хороша та, которую соблюдают. Всё. Ну, а по опыту какую соблюдают-то? Регулярнее, аккуратнее, охотнее? Просто сбалансированное питание. Вот смотрите, на сегодня... Нет, ну, я могу сказать, сейчас как пойду-пойду говорить, мы не остановимся. На сегодняшний день это единственная тема, которая очень важна, кстати говоря. Снижать вес для того, чтобы сохранился метаболизм, мышечный каркас, нужно обязательно с белком животного происхождения. Вот это важная тема. Остальное всё там, нюансы, мелодии, ритмы, да. Вот белок животного происхождения должен быть в каждом приеме пищи. Если мы уже договорились пять раз, то в этом пятиразовом приёме должно быть что-то из птицы, из рыбы, морепродуктов, того же яичного белка, например, или кисломолочных продуктов. И окей, вы будете не просто снижать вес, а вы будете здоровы. Но урезая при этом сахар им мучное? Безусловно. Вот меня сегодня спрашивала моя клиентка, вообще убрать сахар? Да зачем его убирать, если вы, ну, собственно говоря, к нему хорошо относитесь, в том плане, я могу чуть-чуть сахар в кофе, и всё в порядке, да. А другая, например, себе сахара урезала до того, как прийти ко мне, но зато съедает килограммами яблоки. Так, ну, полезно. Да, но те же сахара и употребляют. То есть, здесь только нюансов, но в плане диеты, что, наверное, конечно, самое лучшее, сбалансированная писталь. Средиземноморская, как мы всё время пропагандируем. Я вот, кстати говоря, очень, очень, между прочим, за неё, да, там есть белок, там есть очень много, да, там овощей, клетчатки, что на сегодняшний день не принято и не хватает у нас в рационах, да, там есть те же углеводы, а почему их нужно бояться? Да не нужно их бояться, у нас глаза, головной мозг питаются углеводами, да, почему бы и нет? В конце концов, это наша энергия. Ну, когда вы говорите про то, что любая диета хороша, речь всё-таки идёт о том, что изначально надо посчитать, сколько вы калорий съедаете. Я же сказала, диеты именно разработаны врачами и с подведённой физиологической, да, ну, скажем так, основой. Это не просто там кто-то решил, что на траве можно снижать вес, да, или там на сегодняшний день, вот, ой, умилительно, сельдерей, жиросжигающий продукт, и если я добавлю его вот в это кипящее масло, то всё со мной будет хорошо. Да, но всё время люди ищут чудо-продукты, ищут волшебную таблетку, что-то одно, от чего ты похудеешь. Но этого продукта не существует, давайте скажем честно. Его не то, что не существует, таблетки такой не существует. Вот саксенда, да, виктоса, кстати говоря, колет её, подкалывает, она даёт какие результаты? За год, и поэтому она признана и относительно безопасна, и на самом деле она разрешена, это правда, да, то есть она даёт минус 5 килограммов, минус 5, вдумайтесь, за год, и поэтому она эффективна. То есть я себе ежедневно колю в живот препарат, а он даёт гарантированно минус 5 килограммов за год. Ну, дорогие друзья, если у меня 100 килограммов стартовый вес, и минус 5 я получу за год, да, ну, это хороший результат. То есть нет таблеток, уже хирурги же подключены, уже резекцию туда-сюда делают, да, и всё, конечно, не могут справиться с этим сложным диагнозом. Но главное – это осознанность, главное – это внутри себя понять, что есть проблема, что раз ты не худеешь, а может быть даже толстеешь, то ты где-то переедаешь, и надо искать где. Золотые слова. Золотые слова – это действительно, это в корень, да, то есть сама по себе осознанность, конечно, это уже, на мой взгляд, это решение 50% проблемы. И это главная проблема, что осознанности-то у многих людей нет? Конечно, все люди, которые, скажем так, да, сталкиваются с заболеваниями, а на сегодняшний день, как я уже сказала, у человека, скорее всего, две проблемы, да, в первую очередь, игнорируют, то есть отрицают своё заболевание, а потом заходят, такие отрицания, торг, гнев, там, депрессия, и вот осознанность, да, вот это, они то в отрицании, то в торгах, ну, давайте, торг – попробую, да, там что-то попробую, тут попробую, ну, в результате опять в отрицании, а, всё у меня хорошо, да, муж меня любит и такой, да, ну, и куча разных моментов, конечно, осознанность, это когда уже человек готов, готов работать, да, готов, готов работать, готов понимать, что диагнозы серьёзные, готов справляться с ними, вместе там со специалистом, ну, всё в порядке тогда. Спасибо вам большое. Если вы хотите задать какие-то вопросы Анне Чайкиной, то легко найдёте её в интернете, Instagram, 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 самое простое, что можно придумать, если есть какие-то вопросы ко мне, тоже пишите, этот подкаст доступен на всех ведущих подкастовых платформах, подпишитесь, и он автоматически будет загружаться к вам в телефон, видео-версия наша всегда на YouTube, тоже можно подписаться, или в моём Инстаграме, Малозёмов проверит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!